Бывают, вы знаете, какие сложности, когда вот не понимаешь, что человек хочет. Он мало говорил о ребенке, но вот сидел, вот я, я вот, ну подумаешь, он, оказывается, пьет, потому что ненавидится специалистов по опеке, вы понимаете? Я не знаю, наверное, надо вообще этот институт ликвидировать, у нас люди перестанут пить. Сейчас у нас, знаете, какая проблема? Мы ведь сейчас все стоим на том, чтобы сохранить кровную семью. И мы все прекрасно знаем, что комфортней условий нет нигде, даже в любом элитном детском доме. Где, ну, все там на грани фантастики, да, где все для ребенка. Ну, не то, это семья должна быть. Это должен быть папа, мужчина и мама, женщина, да, это мама понимания. Потому что у нас сейчас и папа, и мама бывает одного, ну, не у нас, а я имею в виду вообще-то в мире, да. Стоять на, скажем так, на страже кровной семьи мы все обязаны. Естественно, когда в семье, в так называемой семье, которую, в принципе, семьей-то назвать нельзя, есть угроза для жизни и даже здоровья ребенка, мы его-то оттуда должны забирать. И здесь уже меня никто не переубедит, никто. Но с семьей потом надо работать. Вот мы забрались, ребенка, а с этой семьей надо плотно работать, всем фронтом. Доставать их до печенок, чтобы они знали, вот он сегодня выпил, завтра выпил, а если туда будут ходить каждый день, да, он перестанет пить, скажет, надоели. Ходят-то они, почему? Потому что я пью, все. Я понимаю, что всех мы не исправим, и все семьи мы не исправим. Мы можем, например, найти такую семью, когда мы оттуда изъяли ребенка, здорово. Пей, не хочу, гуляй, не хочу, да. То есть освободили их. И вот, по-моему, в Ковандыке, да, Галина Владимировна, такая семья у нас была, да? Вот, две мамаши, две родных сестры объединились, купили дома, одной пятеро, одной трое. Ну, матери-одиночки, естественно. Вот, и сейчас у них маленьких им оставили, а взрослых они написали заявление, у нас же сейчас просто написалось заявление, в связи с трудной жизненной ситуацией «Прошу направить моего ребенка в репляционный центр, там, или в дом ребенка, или куда там по возрасту». Ну, вот этим мамашкам сейчас оставили маленьких детишек, за которых они получают почти каждые по шесть тысяч. Ну, свобода. Кормить детей не надо, голова не болит утром, чем я накормлю вот эти пять ртов, а это три рта, да, восемь человек накормить, попробуй. Вот я там сейчас сказала, а вы попробуйте у них еще маленьких, заберите. Вот пусть они там покротятся, без денег-то, может, работать пойдут, может, дом в порядок приведут, может быть, они все-таки решат вопрос с подключением газа. Там есть печное отопление, а мне глава говорит, Ольга Григорьевна, ну, а сейчас же надо им пойти еще дров нарубить. Они ни огород не сажают, у них дом, ни огород не сажают, никакого хозяйства у них нет. То есть две бездельницы, которые только рожают детей. Спасибо, дети нам нужны. Дети нам нужны. И это как демографическая дыра 90-х годов, да, мы это все прекрасно понимаем, это надо нам восполнять, восполнять и восполнять. Но ведь не только в этом заключается, что вот я родила детей, и сижу, и жду. А когда мне с неба повалится манн небесный, да? Когда глава придет, мне дров нарубит. Когда глава придет, мне подключит газ и так далее, и так далее. То есть людей еще надо воспитывать. Не просто забрали мы детишек, это хорошо, мы их обезопасили, а еще с этой семьей надо работать. Вот здесь у нас немножко, скажем так, мы недорабатываем. Пусть не обижаются на меня специалисты, но здесь действительно есть недоработка. Они как пили, так и пьют. Не все, но в большей своей массе. Как пили, так и пьют, как не работали, так и не работают, потому что мы их освободили, можно сказать, от основной ответственности, это воспитание детей. Ведь очень много от лени идет. Ну, ленивый человек, его в свое время не воспитали. Что вот, например, я знаю, я уже девушка, скажем так, не молодая, утром, ну, уже как бы устала, да, так за шкирку себя берешь, а идешь ведь на работу. А ведь можно сказать, ой, да ладно себе не пойду, да посплю. А есть люди, которые, ой, что-то неохота, да посплю и спит. И вот, конечно, тяжело, когда вот идет прямо у них к династиями. Потому что вот мои 30 лет в органах, да, и вот если я сейчас встречаюсь с детьми тех, которые у меня состояли на учете, а у этих детей уже там дети, и вот это идет поколениями, вот это страшно. Вот поэтому, и вернемся к тому, что я сказала, надо работать с семьей. Вот просто, вот просто воспитывать, понимаете? На ваш взгляд, как вы оцениваете работу специалистов Гайского городского округа, да, взаимодействие органов опеки, отдела образования, администрации, города? Вот я, наверное, вы как бы не заметили, а вот я выше сказала, что вот какой-то вопрос, вот до того, как вы пришли. Это не потому, что я хочу прямо вот тут им дифирамбы петь, да, тоже бывают и достатки, вернее, достоинства, недостатки, это в любом районе так. Но вот до того, как я вот прям сидела, и у меня, правда, прям бальзам на душу. Вот никто тут не был равнодушен, каждый старался по любому вопросу, который, может быть, даже и не касается, сказать свое мнение и предложить какое-то решение. То есть мы вот приходили к общему, скажем так, знаменателю, и вопрос решался. Пока именно про округ я ничего не могу сказать, они только организовались. Я думаю, что я здесь не последний раз. И сегодня утром у меня была встреча с Олегом Юрьевичем. Настрой у него такой боевой, что, в общем-то, радует. И самое главное, у него душа болит именно о детях. Он рассказал мне несколько ситуаций, когда он про семьи, которых он там знает, и сколько там детей, и в каком они... Ну, это радует. Если каждый глава вот так будет вникать в детские вопросы, то, я думаю, мы, в общем-то, можем и победить неблагополучие. Вот, хотя это очень сложно. Обстановка с невозволучными семьями в нашем округе, насколько она, вот, если сравнивать в целом по области? Вы знаете, наверное, как и везде. Но я одно могу сказать, что, как бы, вот Гайский район у нас в негативном плане, ну, нигде вот не выпячивается, на мой взгляд, да. Сегодня, как показатель, вот эти вот вопросы по... Вопросы граждан, которые были на приеме, мы решали коллегиально. Это здорово. Вот, то есть... Ну, сегодняшним приемом я довольна. Спасибо. 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 Спасибо.